Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами снова Римос, мы продолжаем прохождение Ром 2 Total War за конфедерацию Галлов. С начала кампании, если вы помните, мы начинали, шли в сторону Лиманум, потом пошли в сторону Медиуалан, а дальше уже пошли чуть-чуть южнее, в сторону Испании, брали Соти, брали Толос, потом уже в конце, уже мы захватили Аку. Враг с нами играл, пытался ударить нам по уязвимым местам, вернее, где мы отходили от какой-либо территории, например, со стороны Соти, чтобы забрать Толоса. Они били в Соти, как по шахматному порядку. В этой серии мы будем уже более конкретно сосредотачивать все свои силы в сторону Рима, потому что Рим подозрительно себя ведет и очень пассивно. В предыдущей серии, как вы уже помните, забрали мы наконец-то в Бурсис, тем самым отбив почти все силы конфедерации германцев. Ну, как вы заметили, тут уже осталось немного-немного, вот чуть-чуть еще осталось и все. И мы встанем один на один против Рима. Тут уже, я думаю, исход понятен какой будет. Давайте мы сразу же потихонечку будем сосредотачивать свои силы именно на германцев, а потом уже пойдем в сторону Рима. Ну, прежде давайте взглянем на политику, как это не обычно смотрится. Смотрите, конфедерация галов и Рим. С чего начать? Я не знаю даже, с чего нам лучше начать. Так, ну, ладненько, понятно. Я думаю, будет самой хорошей идеей, если мы пойдем... Агентом. Давайте мы его отправим сюда. Здесь, конечно, армиями мы не сможем рулить. Ну что ж, я думаю, будет хорошим вариантом, если мы сейчас разберемся с этими ребятами, а потом после отправим своих... Так, минуточку, где это у нас армия-то? Да, вот эти вот коготы-андраты... Коготи-андраты отправим их в сторону Актадура. Давайте мы уже сейчас даже вот так сделаем. Придется долго подожрать. Очень долго, но... Думаю, ничего страшного не будет, если мы... Так, кстати, здесь нам нужна перестройка. У нас нет денег. Понятно. Что ж, рогатых мы забираем обратно сюда. Отправляем в Дива-Дур. Чтобы они контролировали эту... Этой территорию. И сдадим код. Посмотрим, что предпримет Рим, что предпримет конфедерация Галов. Противник ранен... Рабан. Рабан пытался сделать диверсию, по всей видимости, и это у него не удалось. Он был ранен. Да, кстати, в Гению можно сделать что-нибудь такое, что поджог, например. Диверсия удалась. Прекрасно. Отлично. Что ж, вот они, кстати, конфедерация германцев. Уже подошли близко уже к воинам севера. Людской урок. Пусть они с ними разберутся. Ну, что ж, друзья. Я думаю, можно так вот символический бой разыграть с ними. Встретимся с ними в последний раз. Поговорим с ними. И сделаем так, чтобы они все легли на полях Германии. Что ж, 52-й год до нашей эры противеноской конфедерации германцев. У нас, как обычно, хорошие, пристегнувшие. Есть одна, один отряд конницы. Тяжелые всадники. Есть много копейщиков. А, помимо этого, у нас гальские охотники. И застрельщики. Кстати, у нас сегодняшний патч. Теперь 14-й. Вчера буквально я скачал этот патч. И хотелось бы посмотреть на осадах. Но, по всей видимости, мы эти осады не увидим. Потому что, вы сами знаете, мы как молниеносно рвем врага со всех сторон. Просто не давая никакой шанс. Это редко бывает именно такое. То, что вот так вот все идет хорошо. Так, ладно. Мечников мы отправим сюда, вперед. А копейщиков вот сюда, да? Можешь даже с генералом отправить его. Вот так вот. Ну что ж, копейщики здесь будет. У нас стоит реалистичный этот режим игры. Игра не модифицирована. Отлично. Ну что ж. Единственное, вот нам бы посмотреть, где застрельщики тут находятся. А, нет у них застрельщиков. Нету застрельщиков. Прекрасно. Отлично. Можно даже... Ага, нет, не получится. Не получится. Ну что ж, давайте пойдем. Это мы в засаде, если что. Давайте, вперед, ребят. Вперед, вперед, вперед. Ломаем всех. Всех ломаем. А вот они, кстати, застрельщики. Можешь даже отправить свою конницу на застрельщиков. Так. Отлично. Прекрасно. Кодисы уже рвет застрельщиков почти. Добрались. Вперед, вперед, вперед. Нашего военачальника напали. Прекрасно. Отлично. Смотри, какая тут травка прям красиво светится прям вся. Победа, друзья, победа. Но, тем не менее, мы давайте продолжим добивание. Застрельщиков своих, наверное, прикажем, чтобы они не стреляли. Ибо будут попадать по своим ребятишкам. Вот еще, кстати, есть. Но я надеюсь, что мы уничтожили эту армию. Либо, возможно, даже в противном случае они останутся и отойдут вбок. Мы их потом добьем своими воинами с севера. На такой вот случай, да? Давайте, ребят, догоняем, догоняем, догоняем. Какой позор. Это у нас лучники. Скройся. Прекрасно. Ну что ж, ладно, сейчас будем догонять их. Решить для победы. У нас почти вообще не было потерь. Единственное, вот, среди простых копейщиков. А зато у них тоже будет много фрагов. 155 копейщиками. Видать, они хорошо так напали. То есть, взяли в кулак конницу врага. Фракция уничтожена. Конфедерация галлов. Ребята, наконец-то, наконец-то мы остались. Один на один с Римом. Теперь все будет решаться временем, да? У нас остается людской рок. У нас легендарные воины с севера. У нас, конечно же, еще... Черный лес. Нет, не черный лес. Золотые ожерелья. Золотых ожерелья мы, наверное, оставим пока. Чуть-чуть вот здесь, да? Пусть они пока здесь побудут. Так, влияние общественного порядка. Нет, нам это не надо. Общись порядок. Так, понятно. Не то. Не то. А давайте вот этот Русмертый, да? Пища у нас достаточно даже хорошо. Здесь мы тоже построим что-нибудь такое, связанное с общественным порядком. Так. Ну давайте алтарь и поны. Пища минус 4, зато общественная порядка плюс 2. Натиск конницы. Давайте вот так сделаем. У варваров вообще всегда с пищей все хорошо, все прекрасно. Я вообще никаких затруднений не вижу и не видел. Что ж, можно уже начинать выдвижение, да, выдвигать своих воинов севера сюда. Так, у нас какое теперь это? У нас лето, да? Лето, осень. Потом и зима. Можно даже не бояться. Зимой здесь мы, конечно, будем умирать. У нас будут не боевые потери, и это будет очень печально смотреться. Ускоряем время. Нажимая пробел, чтобы это дело все не смотреть, как они вот так вот бегут. Поэтому нажимаем пробел. У нас восстание. У нас восстание. Надо сразу это восстание подавить. Новое задание захватить это поселение. Понятно. Ну, я надеюсь, мы доберемся до этого задания. Золотые жрели. Давайте вы разберетесь с этими поставщими ребятами. Решительная победа. Прекрасно. Хорошо, что я здесь в Угурсе составил несколько армии. Так, ну что ж, ладно. Нам придется, наверное, перестроить это дело. Вот так вот сделаем, а то вообще спорядок у нас сильно падает. Очень сильно падает. Прекрасно. Отлично. Так, Ратула, давай ты, красавица, иди сюда. А, наш дозорный, наверное, пойдет. Второй кум, да? Воины Севера почти дошли. Боже мой, ну, открытый город, друзья мои. Открытый город. Это просто жесть. Что ж, давайте мы еще одну битву разыграем. Ну, ладно, для пафоса хотя бы так. Потому что, ну, блин, не знаю. Хотя у них тоже есть легионеры, как вы заметили, есть застрельщики варварские, да? Наемные по всей... Нет, это не наемные, это у них такой вот перк, да? Когда за ними играете, у вас есть возможность еще нанимать варваров. В свой строй. Прекрасно, у нас дождь. Нет, давайте лучше подождем. Что-то меня этот дождь уже достал. Вот так. Ну, давайте вот так. Очень красиво смотрится, кстати, да? Смотрите, как реалистично оттенок краски, вот это все... Ну, вообще красиво очень смотрится. Давайте все начнем. Сразу начнем со своих застрельщиков. Так. Что ж, можно пойти отсюда, либо попробовать пойти с этой стороны. Вот так вот лучше сделаем. У нас полно присягнувших, как вы уже, наверное, заметили. И... Будем сейчас просто ломать врага. Так, два. Генерала сюда. Ну и, конечно же, свою баллисту. На указанное место. Все как в шахматном порядке. Будем сейчас делать. Выдвигать своих застрельщиков вперед на разведку. Свою конницу тоже сюда. Прекрасно. Да, мы забыли послушать своего генерала, и мы не успели это сделать. Ну ладно. Прекрасно. Второй рим вообще нужно ему уделять огромное внимание, именно когда полководец разговаривает, когда... Опа, здесь конница замечена. Давайте перехватываем эту конницу. Перехватываем. Прекрасно. Врубаем безумный натиск. Прекрасно. Все складывается в нашу пользу. Даже так. Даже так. Присягнувших отправляем сюда, и я думаю, нам уже пора отступать. Отступать пора. Отличный обстрел. Просто прекрасный. Так, все, отступаем обратно, ребята, 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 отступаем. Присягнувшие уже почти добежали. Добрались до указанного места. Так, ребята, давайте назад, 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 назад. Душу вашу всех мотал. Обходим врага с двух сторон. Прекрасно. Баллисту приказом, чтобы они начали уже потихонечку бить это дело. Отличный обстрел. Просто прекрасно. Ломаем, римлян. На ему, хапши. Смотрите, сколько крови. Офигенный обстрел просто. Так, ладно, все, стоп, баллиста. Баллиста, стоп. Где наш Версингетерикс? Версингетерикс просто наблюдает за своими бойцами. Вперед! Ломаем! Всех ломаем. Опа, вот они, кстати, легионеры. Жесть, жесть, что происходит, друзья мои. Жесть, просто жесть. Это просто жесть. Опа, как он перелез прям, а? Ну что ж. Победа. Очередная победа. Просто арверный рвут всех подряд. Я не ожидал, что у нас такая будет быстрая кампания. Ну как быстрая, да? 41 серия, как бы. Кажется. Если я не ошибаюсь. Но все же мы так молниеносно всех ушатали. Всех расшатали. Всем трубу просто подшатали. И не думал, что это так будет. Действительно, я не думал. Я думал, будут какие-то трудности с варварами. Ну у нас были, да, вот в начале кампании, если вы смотрели серии с самого начала, там тоже были интересные моменты. И даже некоторые говорили, что кампания слита. Возможно, у нас тоже какой-нибудь сюрприз. Может быть сейчас Юлий Цезарь пойдет в Рим. Там попросят еще множество легионеров, которых и этими легионерами он попытается нас добить. Хотя у него мало шансов, потому что наши войска, как вы уже, наверное, заметили, они очень хорошо обученные. И я даже отправлюсь... Так, дозорно, дозорно. Нет, это у нас шпионы. Мне бы отправить своего воителя в армию. Кстати, здесь у нас железо. Хороший ресурс. Ломаем это все дело. Да, у нас есть железо. Прекрасно. Просто отличный ресурс. Так, ну что ж. Продолжаем ход. Делать тут больше нам нечего. Прекрасно. В Актадур наши уже почти дошли. Наш тайный год раскрыт. Где же это? И скоро у нас восстание второго уровня. Перехват нового задания. Разгромит в бою эту армию. Что ж, мы пока не будем отсюда отступать. Потому что... Сейчас нам лучше достроит это дело. Ну, давайте рудник построим для повышения своей экономики. Экономика нам нужна. Так, ну, пищи у нас много. Пока мы не будем этим заморачиваться. Вот единственное, наверное, доход от местной торговли плюс 100. Доход от животноводства плюс 5. Но у нас животноводства нету, да? Хотя можно попробовать. Так, вот она, кстати, наша воительница. И она как раз идет к воинам севера. Прекрасно. Давайте мы подождем еще... Сдадим еще один ход. И прикажем ей, чтобы она вошла в эту армию. И делала военную подготовку. Вернее, двумя словами, обучала их, да? Восстание опять. И... О, здесь уже, конечно, нехорошо это дело выглядит. В общем, ранга на что-нибудь это раскрыт. Я думаю, нам следует сначала с восставшими рабами разобраться. Так, мы не доходим до сюда. Этих мы... Давайте вот так вот с золотыми ожерельями их просто добьем. Может быть, мне не следовало их отпускать. Ну, они варвары. Мы тоже варвары, как бы, да? У нас почти братская кровь. Прекрасно. Вот этот герой. Ирвения. Дальность перемещения по карте компании у нас будет увеличена. Так. Сообще с порядком у нас по сей день еще минус 80. Зато у нас будет общий спират плюс 8 через один ход. Мы достроим, наконец-то, это дело. И... Не понял. Алтарь. У нас, походу, дело одинаковые, да? Здания здесь, к сожалению. Давайте мы, наверное, сейчас переделаем это дело. Опыт. Культурное влияние кельтов. Вот это вот нам надо достроить, потому что здесь у нас культура 68%. Наше управление. Так, не туда нажал. Функция. Понятно. А вот здесь вот, да, я что-то забыл. Вот он, кстати, общий спорядок. Он падает минус 80 на данный момент. Самое... Это показания. Здания, помойки, минус 18. 10. Это культурное... Культурные различия. Налоги, минус 7. Можно, в принципе, с налогами чуть-чуть поработать. Но... Я не думаю, что это даст прям огромный эффект. Потому что если мы сейчас на одну ступенку давить, минус 3678. Нет. Давайте, ребята, оставим так. Вы побастуйте, мы вас будем подавлять потихонечку. И пока мы не достроим эти здания, мы не сможем... Так, минус 4. Минус 10. Ну, даже можно вот это дело отменить, друзья мои. Я не хочу это дело делать. С пищей у нас все нормально. Давайте лучше мы построим, что-нибудь такое... Я не знаю. Ну, что-нибудь такое построим. Что-нибудь такое построим. Так, ну ладно. Пища плюс 8. Теперь, кажется, вот это вот сделаем. Красота в том, что когда одна фракция соперничает с вами, то сходы быстро завершаются. Да, как вы уже заметили. Это не как вот в середине кампании, где там самый бум начинается и... Так. Набег. Давайте герой. Чтобы мы быстрее перемещались по карте кампании. Коготи Андраты уже ждут наших приказов. Давайте мы их подведем чуть-чуть сюда. У нас скоро, кстати, осень будет. Да, лето, начало июня. Нет, не скоро. Еще июль, август еще есть. Так, прекрасно. Это сделаем так. На простой марш. Людской урок. Тоже ждут ребята. Давайте мы их все-таки, наверное, отправим пока сюда-обратно. Пусть они пока следят за общественным порядком. Потому что скоро опять будут восстания. Да, что я здесь хотел построить? Опять алтарь строить. Это уже будет, наверное, Гунева. Это будет Гунева. Хотя... Сейчас уже, видите, плюс 22. Потому что мы снесли то здание, которое... Вообще порядок на минус 10. Даже либо на минус 20. Уменьшало, да? Так, ну Римас, думай. Думай, здесь у нас тоже одинаковые здания. Давайте ломаем. Все-таки давайте что-нибудь с пищей. Я не знаю там. Хотя мы с пищей только что раз... Вот, то есть, рудник. Вот это вот нормально. Что ж, строительство, население. Кот, полководец. Котяра. Пришел к полководцу. Вот так, ну ладно. Что у нас теперь здесь? Войны севера. Ну что ж, давайте мы пока доделаем это дело. Роща Тефтата. Все, про плюс 3. Опыт лазунчик в культурное влияние. Это у нас уже есть. Пища плюс 2. Пища спряток. Урон дальнобойным. Хорошо. Япон, воины кельских времен. Так, и это, да? Натиск конницы при наеме. Рош Тефтата. Прекрасно. Ну что ж, ладно. Давайте мы, наверное, еще один... Еще пару ходов сделаем. И потом уже будем продолжать свои набеги. Так, наш наград раскрыт. Кстати, у нас сейчас будет провал миссии, который нам попросили сделать. Так, на себе несчастно. Ну ладно, ждем, ждем. Терпите, ребята, терпите. Я понимаю, что вы там несчастные все какие-то, но терпите. Так, каменоломие, а здесь у нас будет другое. Ну что ж, ладно, давайте вот так вот сделаем. Вот, боюсь, что-то строить, потому что здесь видите, ладно, с пищей, понятно все, но влияние помоек общественно порядок, например, минус 4, это дело печалит очень сильно. Так, ну что, здесь у нас все, да? Тут получается раз, два, три, четыре. Раз, два, три, елочка гори. Опа. Понятно. Все с вами понятно. Давайте к Вене подойдем. Нападение на обузы. Диверсия удалась, прекрасно. И они... Они не могут двигаться. Отлично. Отлично. Так, ну что ж, давайте мы здесь, наверное, сделаем... Ооо, шанс обнаружения скрытых агентов. Вот так вот сделаем. Я думаю, будет смысл... Ага, нашел смысл. Мы не можем здесь нанять никого, к сожалению, потому что у нас уже лимит. У нас уже лимит. Так, вот этих вот давайте мы распустим. И здесь наймем нового полководца. Налоговая ставка. Мечиславы, что ж, давайте этих наймем. Присвигнувшие. И копейщики. Отлично. Что ж, нам надо уже потихонечку начинать атаковать. Коготь Андраты выдвигается вперед. Да, здесь у нас чертоги вождя. Наверное, мы построим с вами доход от культуры. Общельцы порядок плюс пять. Опыт воителей. Общельцы порядок плюс два. Доход от культуры. Боевой дух отрядов при наборе. Доход от местной торговли. Доход от земледелия. Так как, ну, у нас есть земледелие, да? Здесь тоже. Ну, ладно, давайте попробуем так сделать. Такого будет небольшой экономический плацдарм. Тут, да? Вот так вот. Ну, нам сначала, конечно, надо будет разобраться с общественным порядком. А потом уже пойти в сторону экономики. Так, ну что ж. Они попробуют сейчас, наверное, передвиз... Этот... Сделать дислокацию в нашу сторону. В сторону... Так, подождите. Здесь у нас наш тайминг-то раскрыт. Стоят они, стоят ребятишки. На ускоренной марше. Потому что мы их задержали в свое время. Можно нанять потихонечку пару... Так вот так сделать, наверное, да? И вот так вот. Я понимаю, что это очень сильно влияет на нашу экономику, но лучше уже перестраховаться. Убиваем, убиваем время... Ого, не получилось. Не получилось, друзья мои, не получилось. Сейчас они могут нанять просто наемников и шатнуть нас. Выстрелов в минуту. Боевой дух. Скорость при движении всей легкой конницы. Так, сейчас объединение скрытых агентов армии. Культурное влияние. Боевой дух. Авторитет. Атака ближе боя у всех отрядов. Плюс пять. Вот это вот прекрасно. Прекрасно. Давайте мы агента попробуем... Этих ребят тоже перехватить. Я думаю, наверное, не получится у нас это сделать. Коготь Андрата, давайте вот этих заберем. Это вот тут у нас будет первая битва. Войны севера. Вот видите, здесь какие ущелья. Я так понимаю, что очень трудно переходить эти места. И тут вообще нет дорог. Поэтому очки передвижения наши ограничены. Что ж, друзья, давайте мы на этом завершим. Я думаю, в следующей серии уже у нас будет последняя. Я надеюсь на это. Если у нас не будет никаких сюрпризов со стороны Рима. А то он нам скажет. Сюрприз. Мы пришли с Рима. Нам выделили деньги. Сенат нам выделил, да? Множество армий. Мы вас сейчас шатнем. Я надеюсь, этого не будет. И мы благополучно завершим эту кампанию. Ну что ж, с вами был Римас. Подписывайтесь на канал. Про ценнички не забываем. Если вы в ВКонтакте, вступайте в нашу группу. Ссылочка на нашу группу вы найдете под описанием видео. С вами был Римас. Всем удачи.